Эти крокодилы, в принципе, опасны, потому стоит проявить осторожность. Карл, мы с вами проводили очень много интервью. Рад снова видеть вас в нашей студии. Но сегодня я пришёл к выводу, что вы действительно сумасшедшие, учитывая нашу сегодняшнюю тему. Сегодня мы обсудим дайвинг с рептилиями, такими, как крокодилы. Черепахи ещё ничего, а вот крокодилы – это сумасшествие. Также мы посмотрим видео об интересных существах – морских игуанах. Итак, добро пожаловать. Как ваши дела? Спасибо за приглашение. Я рад быть здесь. Возможно, я немного сумасшедший, но я также очень увлечённый человек. И здесь всё делал в воплощении мечты. Мне повезло, и я видел очень много интересного в океане. Одна область, которая меня особенно привлекает – это морские рептилии. Итак, давайте я немного расскажу о них. На этом видео мы наблюдаем морских игуан на Галапагосах. Галапагосские острова – это особенное место для тех, кто интересуется эволюцией и знают, кто такой Чарльз Дарвин. Эти игуаны – особенные существа. Они вегетарианцы, как вы видите. То есть они вас не покусают, но выглядят они первобытно и устрашающе. Они проводят много времени на поверхности, принимая солнечные ванны. Потому у них чёрная кожа, чтобы получить как можно больше тепла, так как в воде они сильно мёрзнут. Как правило, температура воды на Галапагосах довольно низкая. Дайвинг в этом регионе непростой, но вы получите массу впечатлений. Лично я очень хорошо провёл время. Они выглядят как миниатюрные Годзиллы, но вы говорите, что они абсолютно безобидные. Да, но они, конечно, гораздо меньше Годзиллы. И в целом они довольно дружелюбные, а также очень активные. Они активно передвигаются в воде. И забавно выглядят, когда плавают. Я бы мог говорить о морских игуанах весь день, но давайте поговорим о другом вашем увлечении, а именно о черепахах и о плавании с черепахами. Расскажите, как это происходит и о вашем опыте. У меня был фантастический опыт, связанный с морскими черепахами. Я работал над многими проектами по сохранению популяции черепах. Это фото было сделано на Сейшелах, на острове Дорос. Это исключительное место. Там есть не только очень красивые пляжи, но также много черепах. Популяция черепах на Сейшелах неплохо восстанавливается. Сейчас мы видим довольно много черепах в различных регионах. В целом черепахи не самое активное животное. Если вы будете приближаться к ним медленно и относиться с уважением, то у вас не возникнет никаких проблем. Один мой друг писал свою докторскую диссертацию на острове Дорос. Он наблюдал за одной конкретной черепахой. Конечно, это происходило во время погружения. Черепаха была не очень активной, медленно передвигалась, понемногу кушала. И потому он уснул. Немногие дайверы могут уснуть. Кто уснул, черепаха или дайвер? Уснул дайвер, мой друг. Он лежал на дне моря и спал. Когда он проснулся, у него закончился воздух. В то время черепаха продолжала кушать. После этого он просто всплыл на поверхность. Не произошло ничего плохого. Иногда такие погружения не очень интересные. И во время погружения ничего не происходит. Иногда же они бывают более активными. В большинстве случаев я погружался под воду в тех местах, где ещё сохранились здоровые рифы. Очень часто они являются естественной средой обитания. Некоторые черепахи питаются медузами. И для нас это только плюс. Мы бы не хотели оказаться рядом с медузами во время погружения. И черепахи – это одни из тех животных, которые помогают очистить океан от медуз. Перейдём к тому, что делает вас особенным человеком. Многие люди даже не могли подумать, что такое возможно. Это плавание с крокодилами. Они считаются довольно агрессивными и могут съесть человека. Как же это происходит? На самом деле есть несколько аспектов. Всё зависит от того, в какой части света вы находитесь. В некоторых местах водится очень много крокодилов. И многие популяции довольно здоровые. Я, например, плавал вот здесь. Это в Мексике. Я бы точно не плавал с ним. Интересный момент в том, что эти крокодилы в принципе опасны, потому стоит проявить осторожность. Мне не понравилось погружаться здесь. Если вы находитесь в контролируемых условиях и знаете, что делаете, то можно подойти к ним осторожно. Но, конечно, нужно постоянно оставаться на чеку. В других регионах можно погружаться под воду в клетки. Например, в Австралии или Южной Африке есть места, где вы можете зайти в клетку, и эту клетку поместят под воду. Конечно, так вы будете в безопасности. Но, с другой стороны, это не так круто. И ощущения совсем другие. Всё зависит от вашего отношения к жизни. Также я нырял в дельте реки Окованга. Там пресная вода и водится много крокодилов. Естественно, нужно проявить осторожность, когда вы находитесь в воде с крокодилами. По крайней мере, нужно делать это с теми людьми, которые понимают, что они делают. В противном случае я бы не рекомендовал этого делать. Это фото было сделано в Мексике. Также вы упоминали Австралию и другие страны. Какое место лучше всего подходит для дайвинга с рептилиями? И какие виды погружений существуют? Я думаю, лучше выбирать места, где уже создана соответствующая инфраструктура. То есть там есть достаточно людей, которые этим занимаются и знают, чего ожидать и чего лучше не делать. Я бы не поехал самостоятельно на север Австралии в какую-то бухту. Если вы погружаетесь в мутной воде, то это, конечно, большой недостаток. Потому что крокодил будет знать, что вы находитесь в воде. И большие шансы, что он посчитает вас своей добычей. Если же вы находитесь в чистой воде, то это более безопасная среда. Большинство таких животных – хищники-засадчики. То есть они ждут засады и внезапно нападают. Это также добавляет опасности. Если вы окажетесь в засаде, то вероятность того, что вы пострадаете, возрастает. Если же вы находитесь на открытом месте и видите, что происходит вокруг, то, скорее всего, у вас не будет проблем. Но в целом это добавляет азарта. Есть же люди адреналиновые наркоманы. Они любят превышать скорость или кататься на лыжах с опасных склонов, например, здесь, в Швейцарии. Каждого человека могут волновать разные вещи. Кто-то предпочитает восхождение на вершины или что-то другое. И последний вопрос. Я уверен, что всё зависит от того, в какое место вы отправляетесь. Но во сколько примерно обходится такое удовольствие? Конечно, всё зависит от отправной точки. Как правило, чтобы добраться в точку назначения, вам понадобится много времени. Черепах можно найти во всех тропических водах. Виды черепах и их количество могут варьироваться. Есть несколько хороших мест. Как правило, эти места расположены в районе коралловых рифов. Там можно найти черепах. Если мы говорим о морских игуанах, то это только галапагосы. По моим оценкам, такая поездка будет стоить от 5000 долларов. Как правило, вы едете минимум на неделю, иначе такая длинная дорога не стоит потраченного времени. Если мы говорим о плавании с крокодилами, то лишь в нескольких местах это проводят организованно. Например, Халдина де Лорена на Кубе – это одно из таких мест. Также в Южной Африке и Австралии можно найти несколько подходящих мест. Как правило, организатор погружения не возьмёт с вас много денег. Лишь немного свыше обычного дайвинга – около 200-300 долларов, не более. Но правда, вы можете там оставить свою ногу. Карл, спасибо, что пришли к нам. Как всегда, было приятно пообщаться с вами и послушать рассказы о ваших путешествиях. Возможно, в следующий раз рукопожатия не будет, если вы продолжите плавать с крокодилами. В наши дни существуют замечательные протезы, так что всё будет в норме. Карл, спасибо вам. Скоро увидимся. Спасибо за приглашение. На этом наше время подошло к концу. Если вы хотите посмотреть другие видео с Карлом и узнать, где ещё он побывал, заходите на наш сайт ducascope.tv. КОНЕЦ